доброе утро крипто комманс сегодня вот из такого райского места начинаем наш утренний обзор давайте сразу к нашим баранам вот у нас дневные свечи что мы тут видим что мы все так же стремимся куда-то на наши мувинги в район 8 7 к за bitcoin но на дневных на самом деле ничего не видно давайте посмотрим часовые вот на часовых уже немного другая картина видно вот видите тут тень такая такая сопля была вниз но ее быстро от купили на больших объемах зеленых но самое интересное на 15 минутках вот посмотрите вот тут совсем другая картина вот был резкий дамп вынесли всех лангистов на 9 100 но посмотрите он был совсем без объемов и вот вдруг резко на больших объемах все это выкупили такая v-образная ловушка медведей засадили в нее здесь тоже их по стопам закрыли и сейчас в принципе вероятно то что пойдет дальше вниз потому что сбрили тех и других ну вот тут вот глянем еще раз на дневках принципе все идет по плану вот видите если эту линию первого дампа провести и подставить сюда то куда-то неутешительно даже в район 6000 это смотрит если такой расклад будет то эфир я думаю по 160 мы увидим тоже на битке на дневках вот еще видно что rsi загибается вниз rsi достаточно точно у нас отрабатывает на дневках и на недельках смотрите rsi когда выше середины мы в бычьем цикли всегда когда ниже в медвежем сейчас он вниз загибается это не очень хороший знак и на недельках тоже видим что вот он когда наверху идеально отрабатывает идет бычий цикл как только вот у нас был медвежий вот он уходил вниз видите сейчас он выходил наверх еще с опять загибается вниз то есть надо смотреть В недельках мовинги у нас вообще 200-недельный мовинг у нас в районе 4200. Это как бы абсолютное дно. Вот он в прошлый раз был на уровне 3200 и от него отбился. То есть сейчас в самом хреновом раскладе где-то 4200-4300 ловите биток. Но минимум, я думаю, коррекция нас ждет вот куда-то сюда. Это 7200-7100. Это сотый мовинг недельный. Так, ну сейчас больше интересна на самом деле картина по альтам к битку. Например, эфир к битку. Потому что всех интересует, начался альт-сизон или нет. Ну вот. Смотрите, сейчас все альты на самом деле показывают похожую ситуацию. Альты к битку. Как биток показывал в прошлом году, когда по 6000 было. Железобетонный был. Помните, титановая поддержка. Все говорили, ниже 6000 не уйдем. В итоге ушли на 3. Два раза еще сложились. Вот. В принципе, сейчас происходит то же самое с альтами. Вот. Помните, вот это у нас положили забетонная поддержка. Вот сейчас мы ее типа пробили на эфире. Это даже по Ripple лучше смотреть. Сейчас посмотрим Ripple. Вот. Ripple к доллару сейчас повторяет очень похожую ситуацию, как биток в прошлом году. Можем представить, что вот этот уровень 0.3, 30 центов, непробиваемый. Это типа как был уровень у битка, да, 6000. Мы об него несколько раз бились, бились. Но при этом все время у нас пики все ниже и ниже становились, верха. И в конце концов мы его пробили, этот уровень, и ушли ниже. То есть сейчас Ripple, в принципе, похоже. То есть фаза накопления, консолидации. В принципе, в долгосрок, конечно, без плеча можно здесь закупать Ripple. Кто верит. Но по факту, по факту, вот у нас предыдущая поддержка в районе 20, даже 16 центов. И возможно, крайне возможно, что мы сейчас задампимся туда, вынесем по стопам всех лонгистов, и потом только уже пойдет ракета. Вот. Как бы, и это достаточно показательная история по отношению ко всем альтам. Вот давайте глянем. Dash к BTC, допустим. Или ATC к BTC. Соберите Dash BTC. И смотрите, вот у нас был железобетонный уровень, да, поддержки. И мы его пробили. И сейчас находимся на предыдущей поддержке. Миллион сатоши. В принципе, вот Dash сейчас очень вкусно к BTC. По миллиону сатоши, учитывая то, что он стоил недавно 2,5. А на all-time high он стоил 12 миллионов сатоши. Так что на Dash сейчас очень большая скидка. Как бы эфир даже больше перекуплен. ETC мне вот тоже очень импонирует. ETC, BTC. Да, вот, видите, ETC, BTC тоже пробил все уровни. Вот у нас были пузыри. И смотрите, ETC, BTC стоил на пике лям сатоши 930 тысяч. А сейчас стоит 55 тысяч, 58. А, сейчас 62. Сейчас стоит 62 тысячи. То есть в 15 раз сложился. Ну, в принципе, грех не купить и не похолить. Куда мы еще? Ниже нуля мы вряд ли упадем. Хотя, сейчас такие истории начались, что даже вон биржу вы можете задолжать. Полоникс даже лендеров побрили на дампе Clumps. Так что, биржах сейчас опасно на самом деле держать. Proof of keys, proof of hodl. Вот, а так что, я собираюсь делать по Binance. Туториал. Binance же запустили Margin, вы, наверное, знаете, да? Давайте вкратце сейчас пробежимся. Значит, как работает Margin на Binance. Он на самом деле, мне сначала показалось, что это дичь какая-то средневековая. Потому что очень много надо совершить операций, чтобы встать в позицию. Но потом я осознал, что это очень круто они сделали, как механическая коробка передач. Значит, в чем фишка? Здесь не так, как на остальных биржах, что вы просто нажимаете кнопку Buy или Sell. И все, как бы, и не думаете о том, что вы занимаете средство, да, плечо. Здесь все по-другому. Вот у вас калькулятор рисков. Здесь для того, чтобы встать в позицию, вам нужно по-любому занять средство у биржи. И вы каждый раз подумаете еще, будет, надо вам это делать или нет. Вот у нас сейчас Total Balance 0. Значит, для этого надо сначала перевести сюда средство. Вот, заходите в свой Balance, заходите в Margin. И смотрим, у нас здесь все по нулям. То есть вам надо сначала произвести трансфер. Мы берем, допустим, 2 эфира. Кидаем с Exchange на Margin Account. Теперь вот у нас на балансе Margin 2 эфира. Вот они появились. Значит, в эквиваленте BTC это вот 4 миллиона 400 тысяч сатоши. Вот он нам показывает какой-то Profit Loss Today. Это, видимо, та разница, на которую эфир только что подорожал за эту секунду к битку. То есть, да, к битку вот такой Profit, к доллару чуть больший. Вот он нам наш риск рассчитывает. Но тема здесь в чем? Значит, если вы хотите открыть позицию, тут все очень просто. Вот вы идете опять в Exchange. Все очень просто и сложно одновременно. Если вы хотите лонговать эфир, ну или любую другую монету, крипту в марджине, то вам надо занять у биржи USDT, чтобы ее купить. Вот, допустим, вы хотите сейчас лонговать эфир. Вы идете в вкладку Margin и идете во вкладку Borrow, заимствовать. Потому что что, по сути, такое Margin Trading? Это когда вам дают плечо, вы берете больше, чем у вас есть, да, под обеспечение того, что у вас есть. Вы идете во вкладку Borrow и говорите, тут дают плечо до 3х. То есть на 2 эфира вы можете занять еще 4. Но если вы будете занимать эфир, это вам нужно, наоборот, чтобы его шортить, чтобы продать. Потому что если вы займете эфир, он подорожает, вам надо будет все равно вернуть биржу эфир. Соответственно, вы ничего не заработаете на этом лонге. Для лонга вам нужно занимать USDT. Понимаете почему? Для лонга вы занимаете тизер. Вот, available, сумма доступна в 2 раза больше, чем у вас есть в эквиваленте USDT эфира. То есть на 4 эфира он вам дает занять USDT. Допустим, вот вы занимаете столько-то USDT у биржи. Потом на них покупаете, как в обычном эксчендже. Я сейчас не буду просто это делать. За вот такой вот процентик небольшой в час. В час 0,0,0,0,9%. Занимаете у них этот тизер, покупаете эфир, если уверены, что он будет расти, как в эксчендже. Когда он отрастает, вы продаете этот эфир, возвращаете биржи их USDT вот эти с этим процентом, разницу кладете себе в карман. Вот тут есть вкладка Repay. Это чтобы вернуть им обратно этот эфир. Соответственно, это если вы в лонг. Если вы в шорт, то вы наоборот. Занимаете в бирже эфир. Вот. Вы можете на 2 эфира занять еще 4. Продать его по 212. Если вы уверены, что он упадет ниже. И, соответственно, откупить обратно этот эфир. Там по 190 или по сколько вы считаете он будет. И вернуть обратно бирже этот эфир. Понимаете, да? Разницу в USDT себе в карман. Вот такой вот здесь идет расчет. То есть это одновременно и неудобно. В отличие от тех же, да, там BitMix, там Bybit. Ну там вообще фьючерсные торги. И даже в спотовых, таких как Bitfinex, Apolloniex, там и прочих, вы просто нажимаете кнопку Margin Play, Margin Sale. Не думайте об этом, что вы на самом деле заимствуете у лендеров. А здесь, как я понял, лендинга нет как такового. Здесь сама биржа вам дает. Ну вот каждый раз перед этим думайте. Но в принципе тема хорошая. Я вот сейчас на самом деле выжидаю момент, точку входа. Я думаю, если все это провалится ниже, по BitQ в район 7к, там по эфиру в район 180, может даже 160. Ведра у меня все уже сработают. Окончательно они уже отработали в холодную вот здесь. То если уйдем еще ниже, вот тогда можно будет подключать уже вот этот Margin. Потому что, ну, как минимум на отскоке. А так и может быть даже в Long повисеть. Надо посчитать этот процент, сколько он в день будет съедать. В принципе, ниже 200, я думаю, по 170, там по 180 за эфир. Нормальная цена. Если уйдет ниже, можно брать уже вот под обеспечение, под это. И продавать потом по 300, по 400, по 500, по 1000 и так далее. Вот. Вкратце объяснил. Пару, они каждую тут неделю новые добавляют. Аирдропы всячески проводят. Вот сейчас у них какие-то стеллары, аирдропы должны быть. Я закинул на баланс. Пока еще вроде ничего не проходило. Будем смотреть. На Poloniex стейкую Atom. Каждый день приходят небольшие транзакции. Космос. Но показать не могу сейчас, потому что под санкциями в Крыму здесь лучше не открывать. Как я уже говорил, ни Poloniex, ни BitMix. Так что пока вот работаем на Binance и на Bybit. Вот. Если вы еще не зареганы на этих выжжах, обязательно регайтесь по ссылкам снизу, по моим партнерским. Поддержите этим развитие моего канала. Ну и получите определенные бонусы. На Bybit там 60 долларов на депозит. На BitMix, скидка на комиссии. На Binance просто получите их всякие аирдропы. Вот. Ну а так в целом, что, будьте осторожны. По новостям не знаю пробежаться быстренько. Че там у нас происходило? Какая-то хрень происходит. В России одобрен запрет на пополнение электронных кошельков наличными через терминалы. Совет Федерации, блин. В России одобрен запрет на пополнение. Пиздец. Извиняюсь за слово. Запрет. Раньше кошельки, Яндекс.Деньги, Тарипыры, так-то. По словам Аксеку, поправка нацелена на предотвращение финансировать терроризм и оплату наркотиков. Ну понятно. Конечно. Короче, валить надо из рашки, ребята. Вот че вам могу сказать. К сожалению. Хоть я и патриот, но своей земли, но не вот этой вот истории. Лимиты по 15 тысяч рублей. О, ну все, короче. Рекомендую тогда по ссылкам снизу еще найти и Payments. Такой есть офшорный банк. Срочно всем там зарегаться. Они сейчас прекратили на время обслуживания карт. Выпуск, точнее, карт для резидентов наших стран. Ну, кстати, для резидентов Европы они их делают. Но мы успели сделать себе такую карту. Вот. Там лимиты очень хорошие. Там типа 200 тысяч долларов какие-то такие. Или даже больше в месяц. И они там прям встроенный криптообменник у них в приложении, на сайте. То есть можно покупать, продавать крипту. И, собственно, доллары и евро можно выводить, считай, в офшор там за 2,5% или что-то такое. Прям с карточки, как онлайн-покупка. И все это хранится в английском банке. У которого, правда, реквизиты латышские, но тем не менее. Реквизиты Латвии, банк английский. Вот. Так, еще не знаю. Но я пользуюсь Рокетбанком тоже все нормально, никаких проблем. У меня эти штрафы там неоплаченные, судебные приставы. Со Сбербанка все это списывалось. С Рокета никто ничего не списывает. Вот. Потому что, ну, в жопу этот Бабилон. А вот в Крыму, да, сейчас вообще непонятная ситуация. Блин, тут как бы, как я уже говорил, Крым наш. Но это только мы так считаем. Вот вчера как раз пытались расплатиться этой карточкой и пейментс в магазине. Три раза прошел отказ. Потому что она английская. В поддержке нам написали, что с их стороны никакой проблемы нет. То есть это здесь местные крымские эти ритейлеры чего-то мудят. Вот. Ну так, да, по новостям не знаю, пробежаться чисто. Если вот Джастин Сан этот непонятный. А, кстати, Айван делал интервью с Джастином Саном. Не знаю, вы видели или нет. Какая-то шняга. Чувак вот с его польской биржи застрелился. Или его застрелили в лесу. Непонятная история. Айван делал интервью с Джастином Саном. Ну, кстати, давайте-ка я его сейчас быстренько, может, попробую перевести для вас. Айван говорит, что я не знаю почему, но в тот день, когда он должен был встретиться с Уорреном Бефтом, он встретился не с ним, а со мной. И мне удалось взять у него интервью. Давайте посмотрим. Три минуты. Трехминутное интервью с Джастином Саном. Погнали. Итак, чуваки, мы здесь с единственным неповторимым Джастином Саном. Ну, в первую очередь, Джастин, спасибо тебе большое за интервью. Как твоё здоровье? Да, всё нормально, я себя чувствую лучше. Спасибо, всё ништяк. Окей. Так, сейчас всех больше всего интересует вопрос, что там с ланчем с Уорреном Бефтом. Очень много внимания к этому ланчу. Какие у вас идеи, когда он будет? Ну, мы просто, как бы, типа, сейчас, когда все смогут, как все чуваки смогут, мы обязательно, да, 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 мы обязательно пообедаем вместе. Так, как, слушай, как вообще трон сейчас, проект трон? Какая вообще ваша сейчас, ваша задача глобальная? Какая сейчас глобальная большая задача трона? Ну, типа, как бы, задача, чтобы больше людей узнало. Ну, типа, такая тема, что, как бы, да, все говорят по-английски с корейским акцентом. Ну, ты понял, чувак, главное, чтобы как можно больше народу узнало об этом. Ну, типа, вот такая вот тема. Бла-бла-бла, вот так вот. Так, а что за тема с BitTorrent'ом, расскажи. Как идет интеграция между BitTorrent и BTT и Tron? Как этот прогресс идет? Да, ну, я думаю, что он идет, в принципе, прикольно. Вы можете зайти на BitTorrent слэш чего-то там и скачать клиент. Вот. И да, чуваки там все делают, работают, все клево. Так, ну и самый интересный вопрос. Какая будет цена у Биткоина в конце этого года? Твой прогноз. О, это очень сложно предсказать, знаете, ну, но этот год более оптимистичный, чем был в январе, даже настроение. Биткоин уже десятка. Ну, я думаю, что большинство криптовалют вернется хотя бы к 50% от all-time high-off. Окей, спасибо большое, Джастин, давай. Поправляйся, чтобы у тебя камней в почках не было и приступ хитрости твой прошел. Все, давай, пока. Ну вот как-то так, ребята, перевел как смог. Конечно, половину слов не понял на ходу, но я думаю, вы суть поняли. Джастин в Калифорнии, все у него ништяк. Скрывается от властей вроде как, но вообще все это больше похоже на хайп. Ну, что можно сказать еще? Да, вот тут все сейчас трубятся, они декрии, там Карл и все остальные. Богатейший диз, что вот Bank of China bullish on Bitcoin. Ну, а Лиси Орастани говорит, что будем падать. И, в общем, что можно сказать, ребята? Берегите себя аккуратнее позициями. Вот. Я, например, на заборе пока. Чисто ведра в холодную. И обязательно, обязательно подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, потому что это очень помогает развитию канала. И что еще можно сказать? Пишите комментарии. Я думаю, мы скоро какие-нибудь розыгрыши начнем делать. Потому что все к этому и идет. Вот. Как-то так. Ну что, всех благ всем. Отдыхайте побольше. Много не торгуйте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok